Всем привет! В эфире Универа Ньюса. В студии Дарья Изотова наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ученики IT-лицея КФУ стали победителями и призерами регионального чемпионата WorldSkills. Физики КФУ разработали инновационную металинзу. В Казани продолжается сохраняться аномальная теплая погода для декабря. Ученики IT-лицея КФУ стали победителями и призерами регионального чемпионата WorldSkills. Какими впечатлениями поделились, ребята, смотрите в следующем сюжете. Завершился последний этап регионального чемпионата WorldSkills. Это в первую очередь уникальное масштабное событие с участием делегаций из большинства стран планеты. В течение мероприятия сформировались сообщества через взаимодействие между участниками соревнований и экспертами, а также общение конкурсантов между собой на соревновательной площадке. На последнем этапе соревнований учащиеся IT-лицея КФУ Диляра Садыкова и Амир Гарифуллин заняли первое место в компетенции предпринимательства. В направлении «Мобильная разработка» выделилась Анастасия Лаврова, занявшая первое место. Кроме того, в этой же компетенции почетное третье место занял Шакир Шефигулин. Для победы на этом чемпионате мы приложили очень большие усилия, начали готовиться задолго до самого начала и во время чемпионата тоже потратили много времени для подготовки. Занимаюсь уже разработкой мобильных приложений примерно полтора года и мне это очень нравится. Планирую, возможно, какой-то проектор свой разработать и как-то его продвинуть вперед. Лилия Баталова, Виолетта Басова, Универньюз. В физике Казанского федерального университета разработали металинзу, которая позволяет преодолеть дифракционные барьеры. Более подробно смотрите в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете нашли новый способ получения оптических изображений с разрешением, превосходящим дифракционный предел. Обычную стеклянную линзу, то с помощью нее мы можем сфокусировать обычный свет, солнечный, лазерный свет в определенную точку. Размер этой точки мы не можем сделать бесконечно малый. Существует фундаментальный предел в оптике, его называют дифракционный предел или обычно говорят это разрешение пол длины волны света. Металинза, разработанная физиками, оптиками КФУ, представляет собой тонкую композитную пленку, металл диэлектрик, нанесенную на диэлектрическую подложку. Металинза представляет собой тонкопленочную структуру, на поверхности которых расположены либо оптические наноантенны, расположенные в определенном порядке, либо, как в нашем случае, мы используем разупорядоченную металинзу, которая состоит из керамики, состоящей из металлических частиц нитрида титана и диэлектрических частиц диоксида титана. При определенных условиях, смешивая эти два материала, мы получаем уникальный метаматериал, уникальность которого заключается в том, что он обладает необычными свойствами. Мы все хорошо знаем, что такое показатель проломления света, так вот у таких материалов показатели проломления света становятся меньшими единицами. Нанокомпозитная пленка работает как подложка, которая позволяет не только усиливать рассеянный сигнал, но и получать разрешение за пределами дифракции. Благодаря этому свойству мы научились усиливать вынужденное комбинационное рассеяние света в таких тонких структурах. И на этом принципе нам удалось построить линзу, которая бы могла визуализировать объекты за пределами дифракции света. Металинзы могут широко использоваться в области медицины и биологии, а также для создания широкополосных поглотителей. Эта линза позволяет нам не только развить оптистскую наноскопию, но также использовать в будущем для создания технического зрения в робототехнике. Безусловно, такие материалы могут быть использованы для создания широкополосных солнечных батарей. Также огромное приложение в области медицины и биологии – это сенсоры или биосенсоры, которые обладают очень высокой чувствительностью. Данную металинзу разрабатывали три года, а благодаря совместным усилиям с лондонскими коллегами из Имперского колледжа в 2018 году смогли получить опытный образец нанокомпозитной пленки. Руководитель стратегической академической единицы «Эко-нефть» КФУ Михаил Варфоломеев принял участие в выездном расширенном заседании Координационного совета. Мероприятие, посвященное итогам 2019 года, состоялось в Республике Дагестан. Все подробности далее. С 6 по 8 декабря в Махачкале в рамках работы выездного расширенного заседания Координационного совета состоялся цикл встреч и тематических сессий. В мероприятии принял участие координатор рабочей группы по энергетике, он же руководитель стратегической академической единицы «Эко-нефть» КФУ Михаил Варфоломеев. Существует так называемый Координационный совет для молодежи в научно-образовательной сферах при Совете Президента Российской Федерации. Данный совет как раз занимается рядом таких ключевых вопросов, начиная от премии Президента Российской Федерации для молодых ученых, заканчивая так называемым новым треком наука в рамках конкурса «Лидеры России». И как раз в этом совете есть ряд рабочих групп и рабочая группа по энергетике, она, координатором этой группы является, являюсь я. На встрече обсуждались вопросы организации взаимодействия Координационного совета с региональными советами молодых ученых, их вовлечения в реализацию стратегии научно-технологического развития, а также задачи в рамках трека «Наука» конкурса «Лидеры России». Лилия Талипова, Ленардо Влитяров, Универньюс. Исполком Всемирного антидопингового агентства лишил Россию права участвовать в крупных международных мероприятиях с уроком на 4 года. В ближайшие 4 года флаг России не будет поднят ни на одном крупном спортивном соревновании, а российские спортсмены не смогут представлять на этих турнирах национальную команду. Всемирное антидопинговое агентство на 4 года дисквалифицировало Россию за нарушение допинговых правил. Исполком ВАДА также лишил российское антидопинговое агентство статуса соответствия. Чиновникам и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России запрещено посещать соревнования в качестве официальных лиц. Запрет касается двух ближайших олимпиад. Летний в Токио в 2020 году и зимний в Пекине в 2022. В то же время в ВАДА не стали вводить полный запрет на участие всех российских спортсменов в соревнованиях. У тех, кто докажет свою непричастность к допинговым нарушениям, остается возможность выступать под нейтральным флагом. Опять же, надо видеть в этом плюс. И главный плюс, наверное, мне, как в первую очередь, еще молодому довольно человеку виднется в том, что сейчас идет как раз таки время, когда, может быть, руководители спортивные, которые до сих пор управляли нашим спортом, с такой старой советской закалкой уйдут. И такие, как мы, молодые, придем и будем реформировать наш спорт, потому что у нас уже есть опыт, у нас есть желание, и мы понимаем, куда надо двигаться, несмотря на все эти запреты и лишения. Валерия Мратва, Виолетта Басова, Универньюс. В столице Татарстана продолжает сохраняться аномально теплая для декабря погода. О том, как долго этот продлится, наш корреспондент выяснил у синоптиков Казанского федерального университета. Температура воздуха в Казани превышает декабрьскую норму примерно на 6-8 градусов. Установившуюся теплую погоду синоптики связывают с влиянием атлантических воздушных масс. Однако заведующий кафедрой метеорологии и климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев уверяет, что это влияние временно. Начиная с четверга через нашу территорию пройдет холодный фронт и мы будем находиться в тыловой части циклона, поэтому температура понизится, но она фактически придет к климатической норме. Дневные температуры будут порядка минус 6-8 градусов, ночные пониже до минус 11 градусов. А дальше, по прогнозам Гидрометцентра России, похоже на то, что снова придет более теплая воздушная масса. Еще одна проблема этой зимы – небольшое количество осадков. Ожидать большого снегопада пока не приходится. Мы находимся все время как-то очень далеко от центра циклонов. Центр циклонов проходит значительно севернее нас, а мы находимся на южной периферии. Поэтому с осадком у нас плоховато. Согласно средним климатическим данным, среднесуточная температура 31 декабря в этом столетии – минус 7 градусов. В 20 веке тот же показатель был равен минус 9 градусам. Таким образом, в северном полушарии Земли температура с каждым годом только продолжает расти. Каждый месяц минувшего года по полушарию он был рекордным. То есть каждый месяц и последние годы они были тоже рекордными. Идет потепление, пока оно не остановилось. Хоть сильных морозов в ближайшее время ждать и не приходится, надеемся, снег еще придет нам вместе с новогодним настроением. Также неожиданно, как он выпал в этом году ровно на 1 декабря. Камиль Гимаздинов, Виолетта Басова, Универ Ньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok